Всем добрый день, это проект Редколлегия Честару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Честару. И сегодня у нас в гостях Светлана Эдуардовна Лапа, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Человек, который отвечает за то, как мы сражаемся по большому, по каким правилам мы сражаемся с коронавирусом в Забайкальском крае в настоящий момент. Ну, основной вопрос, наверное, по ситуации Светлана Эдуардовна. Как ситуация с коронавирусом сейчас развивается в Забайкальском крае? Ну, ситуация развивается не очень хорошо, так скажем, в Забайкальском крае. В Забайкальском крае в целом в крае продолжается рост заболеваемости. И за последнюю неделю у нас было зарегистрировано 540 случаев. В предыдущую неделю было зарегистрировано 469 случаев. И на сегодня вообще с начала регистрации заболеваемостью в Забайкальском крае зарегистрировано 2263 случаев. Несколько порадовало на прошлой неделе город Чита, где впервые мы зарегистрировали снижение заболеваемости за неделю. То есть снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей произошло где-то на 15%. Все это так чуть-чуть порадовало нас, конечно. Конечно. Но может быть этому есть и определенное объяснение, потому что две последние недели очень много было, как бы по-разному не относились к этому все, но очень много было проверочных мероприятий, организованных рабочими группами правительства и органов исполнительной власти Забайкальского края на всех объектах, где возможно массовые пребывания. Потому что вот такое расхожее мнение о том, что на этих объектах, а у нас по сути дела массовыми объектами, такими являются объекты торговли и объекты сферы услуг, общественный транспорт, что там не происходит заражение, это неправда. Заражение там тоже происходит. И вот в последние две недели по сравнению с предыдущими число случаев заболевания сотрудников этих объектов, оно тоже увеличилось. Ну а естественно население, оно ведь не может четко сказать, что на таком-то объекте установить, что заражение, заражение можно четко установить, когда это в медицинской организации, в какой медицинской организации был, да, или по месту работы. А когда человек посещает очень много различных объектов в течение времени определенного, то естественно установить конкретно где и как произошла встреча с возбудителем, это практически невозможно. Но тем не менее мы максимально отслеживаем абсолютно все контакты. Прямо сто процентов контактных? Контактные отслеживаются практически сто процентов. И среди контактных лиц идет самая высокая выявляемость. То есть если мы в целом обследуем неделю где-то порядка 20 тысяч населения, 540 выявили, да, 22 тысячи людей обследовали, 540 выявили, то это порядка сколько процентов? Посчитаем давайте. Ну мы сейчас прямо на вскидку с вами математики еще тексты. Но тем не менее, то вот среди контактных идет самый большой удельный вес выявлений, это порядка 12-15 процентов. И очень часто распространение идет в семейных контактных, особенно в больших семьях. Ну вот последний случай где-то в агентском округе, по-моему, да? Ну вот агентский округ у нас на той неделе немножечко отличился. Это Дургенский в первую очередь район, где люди собрались записать фольклорным своим ансамблем песню. В результате среди тех, кто присутствовал на этой записи, регистрируются случаи заболевания. Затем кому-то захотелось посетить проводины коллеги, который уходил с работы, тоже зарегистрированы случаи заболевания. И дальше пошло распространение по семье. Это прямое нарушение требований, да, получается? Ну, в этой ситуации, конечно, предписано больше трех не собираться, если не так посмеяться, да. Но предписано, и это действительно не шутки. Многие просто считают, что это вообще где-то далеко меня никогда не коснется. Это вот неправильно абсолютно, потому что это может коснуться любого человека. Но это капельная, воздушно-капельная инфекция, которая передается и воздушно-капельным путем, и у нее существует еще достаточно хорошо реализуется контакт на путь передачи. Поэтому все вот эти вот меры предосторожности, как бы их кто не обсуждал, как бы их кто не комментировал, они имеют место и имеют право на свое существование, и они дают эффект. Потому что вы просто представьте себе, что если бы мы ничего этого не вводили, то что бы тогда происходило? Просто-напросто. Но здесь, безусловно, речь идет прежде всего, как я понимаю, о масках, да, о санитайзерах, и о требовании не как можно меньше попадать вместо массового скопления людей. Лучше вообще не попадать. Конечно, здесь вот почему социальное дистанцирование, да, потому что нужно на безопасном расстоянии друг от друга быть, для того чтобы, потому что с аэрозолью вирус распространяется и на полтора метра, и до двух метров может распространяться в аэрозольном состоянии. Почему санитайзеры? Потому что мы руками касаемся очень часто глаз, да, лица вообще. Причем мы это все делаем неосознанно. Мы же не замечаем, как часто мы это все делаем. Поэтому обработка рук, конечно. Почему? Потому что мы очень часто касаемся всех тех поверхностей руками, которых касается еще очень многое количество, многое количество людей. Поэтому, естественно, вот обработка в первую очередь тех поверхностей, где наиболее часто соприкасаемых с руками поверхностей. Поэтому везде должны быть и санитайзеры вот эти вот, и другие приспособления для обработки рук. И руки нужно мыть чаще. Вы знаете, на этом фоне ведь регистрируем очень низкий уровень заболеваемости кишечной инфекцией. Серьезное сокращение будет, да? Ну вот не сказать, что там в разы, допустим, но тем не менее у нас есть снижение заболеваемости по кишечной инфекции. Потому что это то, что эффекция чистых и грязных рук, это, соответственно, сразу имеет прямое назначение. И все понятно, что мы же не привыкли, мы люди очень такие дружелюбные, мы любим обниматься, мы не понимаем, что такое без рукопожатие жить и так далее. И вот эти вот все ограничения, они просто, ну психологически не очень комфортно. Тяжелые даже где-то. Ну не комфортно мы себя чувствуем, поэтому, наверное, вот вызывает определенный негативизм. Но просто надо себе представить, что если вот сейчас при 540 случаях в неделю мы имеем практически заполненные, да, ну за две недели тысяча коек, значит 14 дней нужно проходить лечение, на 10-12 день нужно получить отрицательный результат, то есть 14 дней тысяча коек занято. И если мы не будем соблюдать вот даже вот такие вот меры предосторожности, ну мы можем все больницы просто перепрофилировать, а где другую помощь оказалась, что у нас исчезли сердечно-сосудистые заболевания или еще какие-то заболевания исчезли. Одна остановка онкологического диспансера и проведение там, проведение всех мероприятий очень серьезных по локализации, купированию там заболеваемости, ведь она породила большое количество обращений больных этой категории, ведь это серьезная категория, где промедление, это лечение иногда... Действительно смерти подобное. ...последствия, поэтому не нужно, не нужно, вот мелочей нет, и надо просто, ну настраивать себя так, приучать к этому в конце концов, да, ведь это не какие-то требования, да, заоблачные, это самодисциплинирует немножко, ведь люди еще... Ну, это сложно, действительно. Это сложно, но, поверьте мне, это нужно. Сколько сейчас всего коек развернуто под больных коронавирусом в крае? Ну, в крае развернуто больше тысячи коек, конкретно под коронавирусом от больных, это и город Чита, и в пяти районах моностационары организованы, это Петров-Забайкальский район, Борзинский район, Могойтуевский, Чернышевский, Нерчинский район. Куда с ближайших районов, ну пока вот не очень, и слава Богу, запомним Петров-Забайкальский, Чернышевский моностационары, но по остальным моностационарам уже достаточно большое количество пациентов. Есть возможность расширения этого количества коек? Ну, этот вопрос, наверное, правильнее адресовать Министерству здравоохранения Забайкальского края, но вообще мы должны сделать все, чтобы у нас не было необходимости увеличения этого коечного фонда. Еще раз говорю, что очень многие вещи, они идут в ущерб другой плановой помощи. Ну, я как понимаю, в том числе с Ваших слов, что ситуация в Чите все-таки немножечко стабилизировалась, в районах посложнее ситуация, да? В каких районах, вот, к каким районам наибольшее внимание приковано сейчас? В районах, вот, за последнюю неделю у нас 7 районов вышло, где больше 70% от всех зарегистрированных в районах случаев было. Это у нас Шелкинский район, это у нас Каларский район, это Чернышевский район, это весь Агинский округ, то есть Агинский, Агинск, Дульдругама, Гойтуй. То есть вот эти районы, которым более такое пристальное внимание, но при этом нужно сказать, что в основном-то идет распространение в семьях. Причем семьи такие, семьи большие, большие семьи, в которых там и 10 человек есть в семье, и вся семья практически заболевает. Поэтому вот не связано это с какими-то эпидемическими такими очагами по месту работы у нас. По месту работы только есть в Шелкинском районе заболевания, но предприятие делает все, чтобы все это сделать, максимально быстро все купировать и не дать распространиться на другие свои цехаты, на производственные объекты. Как ситуация в приграничии? Краснокаменский, Забайкальский район? Вы знаете, Краснокаменск у нас по внутрибольничной вспышке проходил, а так, в общем-то, и Забайкальский, и Краснокаменский районы, они достаточно спокойно пока развиваются ситуации, то есть единичные случаи регистрируются. Среди работающего, то есть вот в Забайкальске мы не регистрировали никаких вообще групповых очагов, Краснокаменский это была вот только краевая больница номер 4, и в принципе и все остальное единичные случаи. Но это неизбежно, единичные случаи будут все равно. Ну, сейчас лето, всех волнует история с детскими лагерями и история с базами отдыха. Насколько я понимаю, базы отдыха не будут работать уже точно до 15 июля, детские лагеря, видимо, тоже примерно до середины июля. Какая здесь перспектива? Базы отдыха могут быть открыты на третьем этапе снятия ограничительных мероприятий, то есть у нас несколько этапов снятия ограничений, первый, второй, третий. Каждый характеризуется достижением определенного ряда показателей. В первую очередь, это показатели распространения инфекции, так называемый показатель РТИ, для него должно быть определенное значение. То есть он обозначает, сколько один заболевший до его госпитализации, до его изоляции успевает заразить вокруг себя людей. Пока у нас этот показатель больше единицы. Мы идем то вниз и меньше единицы регистрируем, то опять вверх в целом по краю выходим. Вот по городу Чте мы в течение той недели практически шли на уровне до единицы. Это обнадеживает несколько, хотя не будем много об этом говорить. Я тоже бываю своеверным человеком, не дай бог, с вирусом надо уметь договариваться. И вот для первого этапа, на котором мы практически находимся, потому что на первом этапе открываются непродовольственные магазины и сферы услуг, он должен быть единица. Мы стабильную единицу пока никак не можем держать. Но вот попытки все эти делаются, но пока стабильно его держать не получается. Второй этап, это должен быть стабильный показатель 0,8. На этом этапе там уже и спортивные какие-то фитнес-клубы там могут открываться и так далее. На третьем этапе, это вот когда уже все базы отдыха и все общественное питание, это показатель должен быть 0,5. Но тем не менее, готовиться к открытию все равно надо, потому что даже при снятии ограничительных мероприятий на третьем этапе будут действовать ряд ограничений. Как бы это вот не парадоксально немножко не звучало. То есть общественное питание должно быть готово к тому, что у них снизится количество мест для того, чтобы обеспечить дистанцирование. То же самое по базам наполняемость должна быть снижена для того, чтобы была возможность обеспечить определенное дистанцирование. То есть поэтому, конечно, вот эти вещи нужно продумывать и все равно планировать и составлять себе какие-то определенные выкладки, как я буду в этой ситуации работать, потому что это все равно будут определенные издержки. Что касается летних оздоровительных лагерей, мы в любом случае подготовку ведем. Во-первых, почему? Потому что лагерь может работать на основании санитарно-эпидемиологического заключения, а его за пять минут, понимаете, выдать невозможно. Поэтому вот несмотря на то, что школы все стояли по пришкольным всем лагерям дневного пребывания, мы эту работу провели. Все вопросы, связанные с тем, как организовать, были уже проработаны с Министерством образования. И у Министерства образования есть предложение о том, чтобы лагеря дневного пребывания рассматривать с 1 августа. Но это, наверное, правильно. Почему? Потому что дети давно не учились. И здесь будет еще некая возможность такая перейти плавно в учебный год, чтобы дети немножечко к этому подготовились и все равно адаптировались. И по загородным лагерям, да, вопрос пока остается открытым, он будет напрямую зависеть от того, как развивается ситуация в регионе. И тем не менее подготовительная работа, она ведется, чтобы все мероприятия, которые нужно провести на этапе подготовки, потом не послужили еще каким-то таким моментом, который еще потребует времени на подготовку к какому-то лагеря. То есть все равно это ведется. И единственное, какие вопросы будут решаться, это вот наши детские дома, которые этим же коллективом просто меняют место дислокации, так скажем, место проживания, которые не проживали в детском доме. И сейчас выезжают, по сути дела, на свою летнюю дачу. То есть вот эти вопросы будут решаться. Тем не менее, там тоже есть целый ряд определенных моментов, в том числе проведение обследования персонала, одномоментный заезд, исключение какого-либо выезда из лагеря и персонала, и детей. То есть тоже есть определенные такие вот моменты, условия, при которых будет организовано пребывание детей на летней даче, так скажем, правильно, верно даже сказать. Ну вот пока вот такие моменты. Мы уже три месяца находимся практически в этом режиме, как вам правильно назвать его, самоизоляции, в режиме ограничений. Ваша оценка того, как население принимает вот эти требования, с пониманием, не с пониманием, как со временем меняется отношение людей к тому, что требует власти, к тому, что требует Роспотребнадзор? Вы знаете, самым, наверное, таким красочным показателем, как население относится, является то, что Яндекс запустила вот эту программу «Индекс самоизоляции». Вот более чем красноречивые, наверное, ничто не показывает. И у нас «Индекс самоизоляции» говорит о том, что очень много людей на полиции. То есть самоизоляция у нас, если в апреле у нас была одна ситуация, в мае уже похуже стало, сейчас плохо. Откровенно, плохо, плохо, откровенно. Еще раз говорю, что почему-то многие люди с неверием относятся к этому. Хотя, почему-то неверие, вот, пожалуйста, первая городская больница вся практически работает на эту ситуацию. Целый ряд госпиталей ветеранов войны сейчас работает весь на эту ситуацию. Кожно-венерологический диспансер весь работает на эту ситуацию. И что вот очень бывает не то, что неприятно, а это вот при любой эпидемии. Это не только при эпидемии коронавирусной инфекции, это и при эпидемии гриппа точно так же случается, при многих других эпидемиях. Тяжелые случаи, они на этапе первом, то есть когда мы только входим в эпидемию, не крайне редки. И вот уже по мере развития ситуации нарастает тяжесть заболевания. И вот сейчас ситуация, когда люди немного устали все и меньше обращают внимания, и уже говорят о том, ну, меня вот не коснулось, соседа не коснулось, что-то такое там мифическое. И перестают обращать внимание на состояние своего здоровья, что бывает печально, потому что мы наблюдаем увеличение числа тяжелых форм. Именно сейчас, да? Да, именно сейчас нарастает, вот от недели к неделе количество тяжелых форм, оно увеличивается. Не критично, но тем не менее оно увеличивается. Поэтому вот сегодня все медицинские учреждения, они нацелены на то, что при любом обращении по поводу малейших симптомов острого респираторного заболевания, человек подлежит обязательному обследованию. Ну и, естественно, дальше и медицинскому наблюдению и так далее. Поэтому вот режим самоизоляции, он ведь не предусматривает просто сидение дома, да, такое вот жесткое, как в самом начале. Режим самоизоляции, он еще и предусматривает, что я максимально ограничиваю вообще все свои контакты. То есть я иду, если в магазин за продуктами, то я четко понимаю, что я иду вот в этот магазин. И понимаю, что я в этом магазине беру. То есть я максимально ограничиваю и время пребывания свое на этом объекте. И обратно я ухожу. То есть я не иду гулять по улицам? Я не иду никуда гулять по магазинам. То есть я себе четко ставлю цель, задачу, планирую, если хотите сказать, свой поход. Потому что потребности, они, никуда их не денешься. Сегодня нужно одно, завтра нужно другое. Но это же можно спланировать, чтобы не сегодня сбегал вот сюда, завтра вот сюда, послезавтра вот сюда. Тем более, что практически все можно купить в одном месте. Второй вопрос, это, конечно, работа. Вот сегодня у нас впервые заболеваемых среди работающих по удельному весу становится больше, чем среди неработающих. Хотя, понимаете, парадоксально, да, люди неработающие, почему болели чаще в начальном этапе? Вот ему что мешает дома находиться? У него нет потребности идти на работу, сиди дома, максимально, так сказать, изолируйся от общества, от всего. Но, тем не менее, здесь другой подводный камень, да? Человек просто не говорит, что ты работаешь или работает в серую. Вот и все. Но не может быть неработающего населения по возрасту в структуре возрастной больше до пенсионного возраста, чем пенсионного возраста по логике своей. Но, тем не менее, мы у себя в Забайкальском крае это наблюдали в структуре. Сейчас больше 50% работающее население, но опять работающее население. Я до работы и обратно, это тоже самоизоляция. И вот только по пути я куда-то, не в 10 опять же зашел, а только в один, желательно в ближайший возле дома, чтобы соблазна еще зайти в какие-то несколько. Опять это вопросы исключительно самодисциплины, самодисциплины. Потому что вот абсолютно все запретить и навязать человеку, ну это очень сложно. Человек должен понимать просто. И вот когда у нас не стоят скорые в ряд на всю улицу Ленина, у человека рождается ощущение, что ее нет реально этой опасности. Что все в порядке, да? Ну я вас уверяю, что тут далеко не все в порядке. Далеко не все в порядке, поэтому вот инстинкт самосохранения, он должен работать. И в отношении своей семьи, и в отношении своих близких. Потому что мы наблюдали случаи, когда, ну у нас дети до года болеют много. Высокий показатель детей до года, потому что родители болеют, в окружении кто-то болел. Вот этот момент есть, тоже присутствует. У нас очень тяжело болеют люди, действительно очень тяжело. И летальность в основном это старше 60 лет. То есть если там до 60-65, то это вот больные те же с онкологическими заболеваниями, с тяжелыми формами сахарного диабета. То есть все равно вот среди погибших людей без хронических заболеваний нет. И вот эти вот все режимы самоизоляции, они в том числе направлены на то, чтобы вот эту вот группу, то есть предупредить. Сберечь условно. Конечно, сберечь в том числе. Но люди иногда и из этой группы безрассудно относятся. На дачу надо ехать. Вот я в этот переполненный автобус сажусь и еду. Хотя более все-таки они осторожно, они маски надевают и так дальше. Но тем не менее, вот это вот какой-то нигилизм, он присутствует. Он присутствует и в общем вот эти вот вещи, они показывают вот это заболевание, но показывают о том, что вопросы собственной безопасности, чтобы какие бы ограничительные меры не придумали, насильно заставить человека, это крайне сложно. Но это в военный режим тогда ввести. Только в таком случае можно абсолютно заставить. Вот Китай публикует сейчас, что они в Пекине в отношении одного рынка вновь вводят, в военных и так дальше и тому подобное. Здесь, конечно, нужно в любой ситуации, даже в этой, какие бы негативные комментарии или еще что-то, обсуждений не были, нужно добиваться через осознание собственное, что твоя безопасность, она, собственно говоря, в твоих руках. Ну и по большому счету, не только твоя безопасность, а безопасность людей, которые находятся вокруг тебя. Твоих близких и людей, которые находятся вокруг тебя. Пренебрегать этими вещами не нужно. Ваших ресурсов, ресурсов Роспотребнадзора хватает сейчас? А на что? Ну я не знаю, вот как у вас, у вас тут самих нет усталости от вот этого бесконечного, кажется? Усталость есть у всех, люди у нас работают с января месяца практически в этой ситуации, это сначала границы, международные рейсы, это все начало. Началось в январе, это было непросто все это выстоять, в том числе наших граждан, которые возвращались из Вьетнама и Таиланда, отдохнувшие и веселые. И тем не менее, это нужно было организовывать все лабораторные обследования практически с января месяца. Сначала было это сложно, потому что это все шло в Новосибирск, потом это все было организовано у нас. Но тем не менее, не только Роспотребнадзор, который сегодня забирает на себя большую долю исследований, продолжает забирать. И в первую очередь именно от больных, от больных работает. То есть с наибольшим риском инфицированного материала поступления работает именно лаборатория Роспотребнадзора. Это и Центр гигиены, и противочумная наша станция. Она сегодня выполняет еще и эту работу. И остальные у нас исследования очень много проводят лаборатории медицинских организаций. Сегодня все медицинские организации, которые имеют в своем составе ПЦР-лаборатории, они абсолютно все задействованы на эту работу. Именно поэтому нам удается такое количество населения обследовать, большое количество населения. А чем больше мы обследуем, тем больше мы выявляем, вот это надо абсолютно понимать. Чем больше мы обследуем, тем больше мы выявляем тех, кто не имеет клинических проявлений. Бессимптомные формы. И тем самым мы способствуем, во-первых, локализации этих форм, а во-вторых, мы предупреждаем в том числе среди них развитие тяжелых осложнений. Потому что, допустим, у нас первоначально бессимптомная форма, а через какой-то промежуток времени мы диагностируем комплиммонию. То есть и это бывает. Хотя бессимптомных форм достаточно много. Это люди, которые не болеют, но заражены. И, следовательно, как бы там ВОЗовскую эту публикацию не обсуждали, у нас носительство есть абсолютно при всех инфекционных заболеваниях. Есть носители вируса гепатита В, есть носители сальмонелл, дизентерии и так далее. И они все подлежат изоляции и лечению, потому что они в любом случае источник инфекции. Менее интенсивный, вот если, допустим, мы с вами, да, я носитель, вы здоровый, я вам так просто не передам, если я на вас не чихну, да. Но если я буду ходить, я же общаюсь с большим количеством людей, тогда я представляю риск для этих людей реальный. То есть непосредственно в отношении одного человека я при контакте менее опасен, чем больной с клиническими проявлениями, бессимптомные. Но в отношении того, что больного с клиническими проявлениями быстро выявить и быстро изолировать, а этого нет, естественно, риски очень высокие. Поэтому здесь вот эти вот публикации, они, знаете, вот у очень старой одной публикации, которая касалась этики врачебной, это еще где-то, наверное, 60-е годы, была такая книга старая очень, этика в медицине она называлась. И вот она призывала к тому, что личное мнение врача, это должно быть исключительно его личным мнением, не обоснованное на каких-то четких исследованиях, форматах, обсужденное на врачебных конференциях, когда оно имеет право стать уже мнением врачебным, а не моим собственным умозаключением каким-то неоснованным, ни о чем. Потому что мы все люди, естественно, но даже любой врач, он не может быть специалистом абсолютно во всех отраслях. Ну, скажите, разве я могу назначить лечение больному с сахарным диабетом? Да ни за что на свете, не возьмусь никогда за это. Ну, я врач в другой специальности, я этому училась, и я понимаю и знаю определенные вопросы, связанные с эпидемиологией инфекционных заболеваний. Светлана Дорова, спасибо Вам и Вашим коллегам за работу. Будем надеяться, что ситуация начнет стабилизироваться. Ну, мы призываем всех наших зрителей в очередной раз обратить внимание на то, что от нашего поведения зависит здоровье не только наше, но и здоровье наших близких, и от тех людей, с которыми мы сталкиваемся, и про которых мы часто даже не знаем. И очень часто это люди из группы риска, поэтому уж в который раз мы призываем, давайте выполнять те требования, которые предъявляет Роспотребнадзор к нам, предъявляет власти, давайте носить маски, давайте не ходить в места массового пребывания людей, давайте не расширять свой круг общения, давайте, если уж идти в магазин, то идти за какими-то конкретными продуктами, товарами и так далее. Давайте перестанем просто так гулять по улице по возможности. Светлана Дорова, спасибо еще раз, спасибо за внимание, до свидания. И будьте здоровы!